Иногда Куба может расстраиваться. На самом деле, любое путешествие на острову свободы это параллельное путешествие, потому что, с одной стороны, вы, конечно, видите то, ради чего человек эмоционально отправляет путешествие. Вы наслаждаетесь культурными отличиями, вы изучаете архитектуру. На Кубе всего этого очень много культурных отличий от архитектуры. Вы видите прекрасный природ, то есть, собственно, вы делаете то, что делать путешествие. Обычно. А с другой стороны, на Кубе вы все-таки еще и переходите к границу времени. И вы оказываетесь, на самом деле, в историческом континууме. Вы занимаетесь историческим путешествием. Вот. И с этой точки зрения здесь мало что радует, потому что я, как человек, на самом деле, очень как раз-таки остро воспринимающий переход между двумя государственными системами, которые я застал, может быть, как раз для моего поколения переход был действительно острее, чем для прочих, потому что, понимаете, я был очень все-таки молодым и в то же время вполне уже сознательным, как все мое поколение, достаточно выросшим человеком. Я понимал ценности и понимаю ценности той и другой системы. И я не хочу жить при социалистической системе. Я вижу и помню ее бесчеловечность. Хотя и не скрываю того, что со скеписом отношусь к ее примитивизации, когда ее фактически ассоциируется с тренизмом. Конечно же, отдельный разговор. Но в целом Куба здесь может расстроиться. Вы понимаете, мы сейчас находимся у Третьей Церкви, Четвертая Церковь, давай обойдем ее, в Тренидаде. Четвертая Церковь разрушена, не работает, в ней не проводится служба. Это католическая страна, где на самом деле большое количество населения поведет католицизм. Она не просто разрушена, она находится в ужасающем состоянии. Просто это останки, которые у меня. Начиная с центральной площади класса Майор. Не надо быть большого пафоса понимать, когда в социалистическом городе разрушена Четвертая Церковь, и не видно, на самом деле, что это делать для ее восстановления. У всякого пафоса можно сказать, что зла обстоят в государстве плохо. Понимаете, вопрос же не в идеологии. На самом деле они не против совершенно церквей. Кубинские власти не против католицизма. Они на самом деле раньше-то не особенно представили. И, вы знаете, был визит Папы Римского. Вопрос в другом. Вопрос абсолютно полная нищета. Они не могут найти для этого никаких денег. Ну и, понимаете, это, кажется, один символ того, что мы здание видим каждодневно. Люди довольно много грустных картинок, говорят просто о них, иногда прикалываются, но иногда, как бы, может быть некоторая тоска такая нагрянуть. Потому что я вспоминаю все-таки это советское прошлое. Я вижу очень хорошо все его следы, надежность его отчаяния, полную апатию людей, непонимание людьми элементарных простых вещей, как, например, сегодня, когда мы в такой же музей, в такую же церковь мы зашли, которую они попытались превратить в музей революции. Ну, это громко сказано, на самом деле они просто сделали вид, что они попытались, что они во что-то подобное в музей революции превратили. Там, на самом деле, три каких-то идиотских экспозиции, каких-то дебильных фотографий там, на самом деле. Лишные вещи какой-то... Лишные вещи какой-то революционерки. Но самое интересное, там, правда, во дворе находится пиратский катер, захваченный ими, и советский газ. Ну, я знаю, в первую очередь, я хочу просто назвать эту... Вот то, о чем я говорю. Это называется Iglesia y Conviente de San Francisco. Это монастырь, в котором... Вот, это называется Museo de la Luncia contra bandidos. То есть, это вот музей борьбы... Как бы, да, как бы, да, как бы, да, контртеррористической операцией. Вот, то есть, борьбы с бандитами. Ну, бандитами, ясно, кого называют. Они называют... Белогвардейцев, короче, тех, которые, собственно говоря, борются против коммунистического режима. Вот. И сегодня мы там побывали, видели тоже эту дикую запущенность, но не то даже важно, что уже на третий этаж невозможно подняться. Не это важно, да. Важнее то, что юноша, который работает, ну, как бы, администратором, да, когда мы проходили мимо, он вдруг сказал, что вы можете заходить, музей открыт. Я говорю, как же так? Только пять часов это Сирадо. Он же закрыт был. Он говорит, да, пять часов и был закрыт, на 10 минут. А сейчас он вдруг открылся. Мы все прекрасно понимаем. Мы понимаем, что, на самом деле, в пять часов закрылась государственная служба, музея, да. А с этого времени началась левая. Понимаете, как вот, на самом деле, во время советской власти, многие автобусы во Средней Азии так ходили. Они делали государственный маршрут, потом они делали левый маршрут. Я очень хорошо это помню, когда я был в Ташкете. Это что-то подобное, на самом деле. А сейчас они работают специально, и они будут эти деньги в карман. Никаких билетов они не дают. И попытка объяснить им, что вы делаете, как это, вот на самом деле, вы берете деньги и делаете счастливое лицо, он говорит, у меня все под контролем. Я говорю, ну, вот как это, да? То есть, вы уже взяли деньги, но вот, вы взяли деньги. Когда вы берете какие-либо деньги, вы должны давать подтверждение, что вы их берете. Иначе вы обманываете тех, на кого вы работаете. Обязательно это было совершенно невозможно. Он ничего не понимал. Он сделал отчаянную попытку отдать, вернуть мне деньги. Я говорю, что я не про это ему объясняю, но что-либо закупываю на воду. Это все, на самом деле, свидетельство всего того же. Понимаете? Люди абсолютно лишены не то, что стимула к труду, а люди лишены вообще какой-то ориентации, если честно, элементарной. Я, конечно, тут же вспомнил другие примеры, когда в парикмахерской вы регулярно на вопрос, сколько стоит стрижка или бритье, слышите в ответ, а сколько это стоит в твоей стране. Честно говоря, ответ, который, поверьте, все-таки мы у некоторому опыту, включая 28 путешествий в Азию, 3 в Африку и много-много в Китай, но я не представляю себе, в какой другой стране такое можно было бы услышать. Это совершенно запретили. Вот это некоторые грустные такие мысли. Ну, как бы я хочу подчеркнуть, что, понимаете, несмотря на вот эту полную деградацию, в то же время можно восхищаться кубинцами тем, что они все равно очень хорошие люди. Они все равно, на самом деле, при том, что это государство с ними сотворило, во что они превратились отчасти, и сделало их уродами какими-то или козлами. Они доброжелательные люди. Они готовы помогать. Готовы сейчас помогать бескорыстно. Мы это, правда, с тобой видели много раз. И никто их денег не ожидал. Они не бегают. Они не агрессивны. Они не пытаются, на самом деле, выколачивать зубами, выхватывать и выцарапывать зубами свою часть какого-то жизненного пространства. Они, в принципе, человеческое существо сохранили. Что могу сказать? Можно закончить речь благим пожеланием. Что, дай Бог, чтобы этих хороших людей в хорошие руки, да? Но я реалист, конечно, и прекрасно понимаю, что скоро, видимо, это не произойдет. В Соединенных Штатах Америки как раз на Кубу совершенно наплевать. Они не желают здесь никаких перемен. Они меня забыли. Хотя держат их в блокаде. В общем, в этом плане тоже до себя вообще не трасса. Но остальному миру тем более наплевать. А России, да что Россия? Чем же, чем да и должны. А вот только след в помощи. Вот, собственно говоря, помощники – это те овцы-щейки, как я их называю. Это канадцы, и австралийцы, и в большинстве случаев, конечно, итальянцы и французы, западноевропейцы, которых тут много. Вот, они везут свое евро сюда. И чем-то, вот, на самом деле, поддерживают все это. Вот, собственно говоря, делать это все на какой-то восторженном носе заканчивается. Я не хочу быть там реалистичными. Понимаю, что можно только пожелать, на самом деле, чтобы без меньших проблем они тут пришли. Пусть очень нескоро, но перешли бы все-таки к жаевскому обществу, в котором работник супермаркета не хватает клиентов в руках, по предложению купить ему ботовую, купить ей банковую карту. Продолжение следует.